Анастасия Букреева После 12 сезона он обрел еще и славу К нему начали нести свои деньги сотни людей А теперь посмотрите, как на самом деле работал его дар Тепло идет с трех машин одинаковое С трех машин Ну, одна машина меня привлекает, одна, только одна Давайте попробуем Да, открывайте Нету Ну, все понятно, камеру не останавливаем Кто-нибудь из редакторов, подойдите к человеку, пожалуйста Что, сейчас опять по-новому, что все? Смотрите, мы сейчас еще один дубль сделаем Вы можете сами поискать? Не буду, а ну Ты хочешь, чтобы я опять провалил? Нужно, чтобы вы сделали это, как было в битве Вы там нашли с первого раза Я знал, в какой машине, понимаешь? То есть сами вы сейчас не справитесь? Я думаю, лет нет Врать не буду Если хочешь хорошую съемку Лучше сказать Ну, то есть, в принципе, как в битве Это будет очень классно Вот такая съемка будет Ну, ладно, я поняла Поняла, да? Ну, что начинаю, да? Тогда для того, чтобы вы нашли, что нужно? Встань напротив этой машины Где находится? Человек Еще? Все Вот вы стоите сейчас Я понял уже Впечатляет, да? Вот это я понимаю Настоящий экстрасенс Ведущие шоу, например, Башаров Не устают повторять Никакой постановы здесь нет Никто не подсказывает А зачем? Ведь у участников есть дар Он лучше любой подсказки Может, ты, Марат, и не подсказываешь А вот редактора, да По крайней мере, об этом рассказывают участники шоу Для тех, кто не смотрел наши предыдущие выпуски Рассказываю, как это работает Продюсеры приезжают к героям Несколько раз и собирают О всех жителях той же, например, деревни Всю информацию получается своего рода досье Которое и заучивают наши любимые актеры Это не мои догадки Это слова реальных героев Которых не вышло одурачить А таких, к сожалению, мало Чтобы подтвердить мои слова Обратимся к скандально известному Сергею Сафронову Его из битвы уволили за подсказки и взятки Сделали это после скандала с одной ясновидящей Которая опубликовала очень интересную переписку с самим Сафроновым Я же вам говорил, редакторы все знают Что вся съемочная группа, кроме двух-трех человек Знает, что не существует экстрасенсов И мы будем сейчас всех обманывать? Нет А им просто обман не нужен Они сами кого хочешь обманут А вот если ты делаешь красивое шоу Красивое выступление Заставляешь людей сопереживать Заставляешь людей болеть за тебя Есть ли смысл сейчас что-то доказывать, если ведущий этого шоу сам его и разоблачил После увольнения в интервью он еще не раз признавался, что настоящих экстрасенсов в жизни не встречал Их просто нет Но интересно здесь другое Чтобы участвовать в этом спектакле, нужны неплохие деньги Алине Вердиш Сафронов насчитал почти 3 миллиона рублей за выход в финал Давайте послушаем, что входит в эту символичную, по его мнению, сумму Мне позвонил Сергей Сафрон и сказал Алина, давайте все решим на берегу Следующее ваше участие будет стоить вам 900 тысяч рублей Каждое последующее испытание после 900 тысяч Будет стоить мне 200 тысяч Думаю, этим все сказанное и за эти деньги люди получали подсказки Вот, например, как можно было пройти знаменитое испытание «Багажник» Если у меня секундомер и личная вещь в правом кармане, значит это правый ряд Если в левом кармане, значит левый Можно ли было пройти испытание самостоятельно? Да, например, если оно связано со смертью, потому что информация есть в статьях и сводках в СМИ Например, статья, где говорится о том, что на испытании экстрасенсы озвучили все то, что уже было опубликовано следователями Перечислять ляпы и приводить доказательства можно не один час Но мы здесь не снимаем документальный фильм Просто пытаемся открыть глаза тем, кто до сих пор вслепо верит Мне интересно, на чьей стороне вы и есть ли среди нашей аудитории люди, которые верят А может даже и встречались с экстрасенсами Ну а я, как обычно, буду ждать ваше мнение в комментариях